Схема обмана не нова. Пожилым людям сообщали о попавших в беду родственниках. Для урегулирования ситуации нужны деньги. В двух случаях курьеру удалось забрать у пенсионеров сбережения. В третьем пожилой гомельчанин проявил бдительность и в последний момент отказался передавать уже подготовленную сумму. Курьера задержали, когда он возвращался с деньгами из Речицы. Он рассказал, что предложение о работе получил в одном из телеграм-каналов. После двух недель переписок молодому человеку поступил заказ. Однако он был задержан в первый же день своей противоправной деятельности. Совершал мошенничественные действия под предлогом того, что у пенсионеров случилось горе, авария или еще что-то подобное. Забирал у них деньги наличные. Вы понимали, что совершается преступление? Сначала нет. А в последующем? Понял. И продолжали совершать? Ну да, совершил еще один раз. Ввиду чего? Хотел с деньгами заработать. За совершение мошеннических действий следователями возбуждены уголовные дела.